Здарова всем, с вами Хилл Хёрдс и это Dark Souls 2 Solar of the First Scene. Мы в Маджуле, мы качаемся, вот, нам говорят, что уже немножко осталось, я знаю. Так, 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 наверное, инту, веру плюс один и стойкость и жизни плюс один. Выглядит как набор чемпиона, 99 лвл, успех. Так, и теперь, так как мы идем, так, я не хочу новый лвл ап, так как мы идем в огненную локацию, нам следует позаботиться о том, чтобы наш меч не бил огнем. Мы отправляемся в мастерскую Макдафа. И теперь перекалим наш меч во тьму. И фишка 2 Dark Souls, если у нас меч закален на стихию тьмы и мы еще закаливаем его, ну вот, зачаровываем темным оружием, то урон еще на 30 процентов возрастает. Так, смотрите, закалить оружие, выбираем наш меч и выбираем стихию тьмы. Нет, тьмы вот, окей. Красиво. И теперь, смотрите, остались все те же самые скейлы, но только теперь ждет урон от тьмы, а не от огня. Кстати, скейлы очень маленькие, странно. И теперь отправляемся в железную цитадель. Может уже какие-нибудь знаки призыва, кстати, будут видны. Сейчас глянем, сколько у нас память душ. Офигеть, ребята, знаки призыва. Проверяем. 600 тысяч всего и уже есть Dragon Knight. Ууу, щит, выглядит сексуально. Ну, неплохо. И, помните, в тот раз, не знаю, ударов 5, по-моему, потребовалось, чтобы убить этого рыцаря Олонского. А теперь тупо с двух ударов. Ладно, с трех, обманул. Если мы закалим оружие, а нам придется, потому что сейчас будет вторжение, сейчас будет жестко. Сейчас будет мясо. Так, погнали. Идем сюда, начинаем открывать и у нас будет вторжение, да? Нет, раньше было. Угу, окей, я ж помню. Ну и сейчас мы будем драться с фехтовальщицей. Эй, мистер Шарон, иди сюда. Как тебе мой новый урон? Нормально? Нормально пухой на тьму наваливает, да? Так, у нее меч-хлыст, который из дополнения. В дополнение мы тоже сходим и тоже заберем этот замечательный меч. А пока разваливаем фехтовальщицу. Благо у меня стаминки много, и длинный меч не так много требует ее на удар. Легко забираем законную человеческую фигурку. И тут сейчас будет куча Олонских рыцарей. Вот там у нас лучник стоит. Нам желательно далеко не выходить, чтобы он нас не убил. С двух ударов. Отлично. Парите. Мы его сейчас магией. Нормально, хорошо поймал. Стреляю еще. Ловлю. Ой-ой-ой, у нас рыцарь сзади. Нападение. Нехорошо. Как же я технично. И того успеваю, и этого. Смотрите. В конце локации, я извиняюсь за мой нос, если слышно, в конце локации мы дернем рычаг, который выключит абсолютно все огненные ловушки. Но хочется же забрать здесь и сейчас. Можно так осторожно подойти, не сильно близко и не сильно далеко, еще чуть-чуть, и забрать предмет вот так. Ну, немножко получили урона, ничего страшного. Теперь у нас есть железный ключ, который, честно говоря, не знаю, зачем нам нужен. Ну, по-любому пригодится. Раз есть, значит нужно. Так. И тут у нас еще один NPC есть. Вот сидит красавчик. Маги Ролт. Ну, имечка. Предлагает заглянуть на твой товар. Давай сначала поговорим. Он у нас, так сказать, коллекционер. В этих краях железо хорошая. Вот у моего компа железо не очень хорошее. Ну, короче, смотрите, у него можем зажигать фимиамы. Фимиамы, например, используем вот это заклинание. Видите, требуется... Я сейчас мышку возьму. 40... Сейчас, секунду. Так, назад. Требуется... Вот, смотрите, это заклинание требуется 40 интеллекта. Сжи... Как это? Если мы сожжем фимиам, то требование интеллекта будет по одному снижаться. То есть 39, 38, 37 и так далее. Но проблема в том, что эффективность заклинания тоже падает. Ну, это для тех, например, каких-нибудь, не знаю, физиков, которые хотят использовать какое-нибудь заклинание на урон, а им не хватает веры, допустим. И еще, когда мы получим, короче, яйцо дракона, этот мужчина сможет позвать нас в Ковенант Драконов. Но это попозже. Так, тут мы дядьку убили. Да. Забираем его ништяки. Он по ноже свое оставил. Говорит, забирай, не хочу. Здесь, короче, есть бочки. Не бочки, тары с водой, вазы с водой. В принципе, локация огненная, и здесь вот эти водяные штуки крайне актуальны. Здесь у нас одна призрачная стена и баллиста. Баллиста, которая стреляет в стенку. Это же не может такого быть. У нас тут еще одна стенка. Так, 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 не двигайся. Бах, лежать. Нормально. И еще атаку в прыжке профессиональную сделаем. И не попадем. Что вы знаете о неудачах? Я знаю о них все. Так, и сейчас начинается мясо, потому что на нас бегут рыцари, и нам надо защищаться. И я не успел. Ну ладно. В общем, там будет много лучников, много вот этих мечников, и вообще очень жестко. Вон, видите, он топает. Главное, уворачиваться от стрел. Короче, наша задача прыгнуть вот сюда. Можно даже его не убивать. Ну, давайте убьем, раз он прибежал. Уворачиваемся от стрел, дергаем рычаг. Опускается первая половина моста. Пока мы дергаем рычаг, у нас есть несколько фреймов неуязвимости. Но что-то в этот раз это не сработало так, как я думал. Нас надамажили. Так, еще один дядька прибежал. Убиваем его. Успех. Так, блин, что же не стреляют? И теперь можем прыгнуть вот сюда стильно. Вот так, красиво. Тут у нас ништяк есть, я помню. Ага, порошки всякие, души. Сейчас поднимемся, убьем главного капитана стражи. Есть, короче, просто рыцарь, а есть капитаны рыцарей. И лучники, по-моему, это больше капитаны. Вот, смотрите, он жесткий. И чем он отличается? Он намного как бы толще, чем последователи. Простые убиваются с двух ударов, а эти с трех. И шлем у них немножко по-другому выглядит. И с них очень много доспехов падает. Просто, думаю, мало и мимик вдруг. В целом, локация довольно короткая. Ну, по крайней мере, первая ее часть. Потом жестко. Кольцо жизни плюс один и мерцающий титанит. Довольно неплохо. Так, тут у нас ничего нету. Сюда мы тоже в эту печку сможем зайти, но попозже, когда выключим пламя. Как я неудачно начал хилиться. Но норм, окей. Идем на мост и стараемся не умереть. Попробую сразу двоих убить. Или отъехать. А, отлично. Так, пока вроде никто в нас не стреляет. По ножи и по ножи. Много по ножи. Хорошо. Так, давайте сразу этот ништяк заберем, пока можем. Угу, нормально. Ну, сейчас будем. И, ребята, пока я шел за душами, ко мне... О, черная кота, она выпала. Офигеть, она очень редко падает. Это очень крутое оружие считается. Вот, и пока я, короче, шел за душами, ко мне вторженец вторгся. Сейчас мы с ним будем драться. Сейчас у нас будет честный и не очень бой. Так, всю стаминку слил. Я, наверное, даже хиляться не буду, потому что что? Потому что я жесткий и честный. И я сейчас чуть не отъехал. Надо похиляться. Окей, беру слова назад. Я буду хиляться, как говнюк. А ты не будешь хиляться, потому что во второй части вы не можете, глупые фантомы, хиляться. Вот, убиваем его и получим еще одну человеческую фигурку. Вот. Все, теперь... Ну, давайте, раз уж начал говорить, быстро дойдем до этой. Да, душ. И, надеюсь, получится их взять без проблем. Хотя... Ну, прыжки в этой локации смерти подобны, как вы уже поняли. Вообще, отчего больше всего умирают игроки в Dark Souls? Ну, наверное, боссы, потом, не знаю, неудачные расположения врагов, где их очень много и они очень жесткие. И гравитация. Ты столько бравых рыцарей поубивала, что и несчастье, наверное. Здесь у нас что? Здесь шлема олонских рыцарей. Довольно неплохо. Блин, тут уже у нас вдвоем нас бахают. Наверное, даже оружие не смогут закалить. О, ты один, дружище. У меня для тебя плохие новости. Нет, ты с другом. У вас тут плюс один, пацаны. Я понял. Ясно. Я, короче, как с ними разберусь, и как кто-то станет посвободнее дышать, я вернусь. Вы не поверите, уже третий вторженец, и на этот раз Фарлорн. И это, получается, его третье вторжение. Так, я, наверное, немножко отбегу, потому что я не знаю, где он в Dark Souls и где он... Вон он уйдет. Блин, а эти говнюки стреляют. Так, обновим закалку оружия, зачарование. И будем встречать. Оу, щит. Он пришел не один, он решил плюс один, да? Ладно, быстро убиваем. Окей. Дядька, не честно, ты не один, ты с друзьями пришел. Мы так не договаривались. Блин, у меня к проблеме-сы. Ладно, я же жесткий, я разберусь со всеми. Так, лежать ты. И давай с тобой теперь. Не получилось. Хотел показать, как правильно парировать, но что-то знаете. Парирование не мое, понимаю я. Все лучше и лучше. Все больше и больше. Так. Может сейчас? Нет. Ну, я хочу запарировать. Ну, нет, ладно. Я, короче, отъеду, если буду парировать. А, по-моему, если отъехать раз, то он уже потом вторгаться не будет. Так что давайте просто убьем его наверочку. Давай, иди сюда. Сладкий мой. Атака колещая. Еще одна. И все. Блин, колещие атаки так дамажат. Пипец. Так. Ну и теперь осталось самое сложное. Разобраться с этими мерзкими рыцарями. И постараться не отъехать в очередной раз. Потому что мне уже что-то чуть-чуть поднадоело сюда ходить. Так. Этого быстро убили. С тобой два укола. Отпивайся, дядька. Так. Давайте попробуем осторожно забрать этот ништяк теперь. Не как в тот раз. Вот. Нормально. Забираем. Пилюли. Все дела. Окей. Идем сюда. Здесь у нас есть рыцарь. Который, скорее всего, самоубился, да? Не, он в гости пошел. Давай. Воу, щит, мэн. А вот этот не должен был сюда падать. А он упал. Так, стильно разобрались с этими двумя. Если откроем эту штуку, нас сожжет. Сожжет. Поэтому мы что? Мы дергаем рычаг. У нас равняется мост. Сюда мы тоже попозже сходим, потому что там огонь. И теперь выключаем вот эту штуку. И там потухнет пламя. Погаснет. Легко. Теперь идем сюда. Убиваем этого дядьку, который непонятно что тут делает. Хотя не должен быть здесь. И теперь можем заходить спокойно. И что там, я не помню. Так, тут у нас доменная печь. И, по-моему, должны быть окаменевшие кости дракона. Нормально. И смотрите теперь, в чем фишка. Так, это что такое? Что-то, короче, я куда-то нажал. Вот. Ой-ой-ой, горячо. Пукан загорелся. У хейтеров. Убиваем этого дядьку. Проблема в том, что если эту штуку стукнуть, выйдут языки пламени. Так что нужно быть осторожными. И мы можем вообще пропустить одного босса. Но босс очень крутой, поэтому мы не будем это делать. Ну вот, можно просто спокойно вверх залезть и идти дальше. Мы возвращаемся. Мы же жесткие парни. Просто... Ох, щит, какой дамаг. А когда... Ч-ч-ч-ч, такого не должно было быть. Да что ты делаешь? Прекрати. Блин. Что-то все плохо. Никогда такой хрени не было. Так, быстро вниз. Окей, успели. Так, и без хилок мне придется очень туго. Ну ладно. Так, чтобы вернуться, мы идем вот сюда. И вот сюда делаем прыжочек. Вроде получилось. Теперь возвращаемся. Убиваем большого-большого страшного злого рыцаря. Ох. Так, и проблема этого кольца, что оно очень быстро ломается. Когда оно максимально надамаживается, его нужно снимать. Так. Придется еще за тем ништяком прыгать. Это будет очень сложно. Идем вот этого дядьку убивать. Дружище, если что, я уже прямо у тебя под носом. Так, убили этого. И тут у нас опять пати. Знаменитые напад... И еще сзади стреляют. Камон, это рип, наверное. Пацаны, было приятно иметь с вами дело. Так, пожить, пожить, плиз. Ну, еще разок сюда придется идти. Вот. Вроде как я разобрался с проблемами. Это было довольно непросто, но я справился. Как видите, здесь очень хорошо формить душа. И теперь нам нужно сделать один верный прыжок и не налажать. Зная себя, это будет очень сложно, но я постараюсь. О, да. Нормально, получилось. Здесь окаменевшая кость дракона. А раньше, вот именно на этом месте, лежал уголь, который нужно было отдать кузнецу Макдафу, чтобы он мог научиться закалять оружие. Ну, и теперь игру оказывалили до невозможности. Здесь можно, как бы, ключ камень фороса использовать, и отсюда польется вода. Так, и сейчас мы пойдем на босса. Здесь у нас Цвайнхайндер. Страшное название. Используем фигурку. Здесь нам придется вызывать Локотиэль, чтобы, ну, как бы, продвигать квест вместе с ней. Там у нас дядь Кадин упал нечаянно. Тут у нас Локотиэль и настоящий фантом. Давайте позовем ради интереса. Супер Гьянка. Ого, звучит неплохо. Так, Локотиэль, добро пожаловать. Так, где мои хилочки, хилочки, хилочки. Вот они. Так, темное оружие, погнали. Сфера тьмы, погнали. И щит с цветочком. Дарова, дарова. Очень рад вас видеть, уважаемая. Я к боссу пошел. Давайте. Как его? Инфернальный рыцарь. Демон из плавильни. Так я думал. Вот, он очень огненный. У него тоже проблемы с лицом, как вы могли заметить. И убив его, скоро мы сможем получить его доспехи. Он очень простой, прямов сетом. Просто крутим его по часовой или против часовой стрелки. И периодически он будет, как бы, прибегать в центр арены и разгораться. Еще у него есть одна очень неприятная атака, когда он будет подпрыгивать и потом взрываться. Вот он опять разгорается. И теперь начинается третья стадия, когда у него появляется крутой огненный меч. Теперь надо быть вдвойне осторожным. Вот, смотрите, он прыгает. И остается на несколько секунд с мечом. Потом делает такой вжух, и эта штука очень много дамажит. И причем иногда он эту штуку может сделать, а иногда может и не сделать. Вот, смотрите, он сейчас, опа, и не сделал. А в тот раз взрывался. И вот, чтобы понять его, нужно много с ним посражаться. Так, ну и все, наверное, это последняя его серия. Нет, еще может, что-то этот дядька будет бахать, будет. Ставим на всякий случай щит. И все, теперь точно убьем, проверяем. Легко. Так, мистер Фандом, спасибо большое. Очень было приятно с вами иметь дела. Так, душа оделана и сплавили. Хорошо, 80 кесов душ, нормально так. Так, давайте, погнали. Йоу-йоу-йоу, открывай. Ну, долго мне ждать, эй. Вот, все. Фантом долго улетал в свой мир. Тут у нас крутой щит, по-моему, свиньи, если не ошибаюсь. И это... Да, свиной щит и 5 огненных бабочек. Тут у нас, смотрите, костер. Мы обязательно его активируем. Обязательно сидим на нем. И возвращаемся в место, где бились с боссом. С демоном из плавильня. И смотрите, шо сейчас будет. Помните преследователя? Сейчас он будет еще раз. И за его убийство нам дадут кольцо клинков на плюс 1. Самое неприятное, что пока мы с ним будем биться, к нам могут прийти там товарищи. И очень сильно помешать. Ну, надеюсь, что такого не будет. Бляньте, какой он толстый стал. 1004 у него хпшки, я думаю. Так, что-то я немножко зафидил у ворота, но ничего страшного. Давай, бей. Давай, моя любимая. Вот так. Как мы любим. Все по старым чертежам. Давай, моя любимая атака сделаешь. Ну, давай. Вот так, красавчик. Респект таким преследователям. Ага, стаггер поймал, нормально. Парирую. Просто парирую все, что вижу. А что не вижу, заставляю бить и парирую. Так, 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 давай еще атака. Лежать. Ты хотя бы раз меня ударишь. Ну, ладно, раз ударил. Ну и все, добиваем. Легко. Хилимся до фула. Так, и забираем кольцо клинков плюс один. Звучит как довольно хорошая заявочка на победу. Так, теперь обязательно летим, сливаем души. Потому что сейчас такая дичь начнется, такая грязь, такая жесть. Что отъехать вообще труда не составит. И знаете, я, наверное, немножко прокачаю учености, чтобы у меня было больше слотов для заклинаний. Так. Уважаемая вестница. О, осколок есть, да? Я и забыл. Давай. Фляжка, это всегда хорошо. Так, новый уровень. Сколько мне нужно учености? Так. Блин, до 20 ажи, дофига. Ладно, я остальное в хпшку догоню. Так, и теперь можем поставить какое-нибудь новое заклинание. Наверное, обычную какую-нибудь стрелу поставлю. Сейчас посмотрим. Так, нет, составит заклинание. Копьё души не могу, вихрь души не могу, оружие не могу. Давайте большую тяжелую поставим, будем нормально дамажить. Так, сжечь есть, что нечего. Тогда отправляемся, где были. Второй костер. Помните о Ковенант Звонарей и Башню Луны? Сейчас мы сможем отправиться в Башню Солнца. Там тоже звонари. Давайте же сделаем это так. Где мой темный оружий? Так, хилки на слоты. Все, готовы. Ну шах, железный король, я иду. Тут этот дядька, который любил спрыгивать на нас. О, как же он хорошо задоджил атаку. И тут еще два дядьки. И знаменитые черепахи снова в деле. Нервы на пределе. Вот, эта черепаха такая... О нет, он очень крут, он очень хорош. И ломает мост, чтобы мы не могли пробраться к ней. Как только мы подходим, он такой... О, черт, он уже близко. И начинает драться с нами. Лол. Что это такое? Я не могу... Я не мог отсюда выкатиться. Вы это видели? Нормальная ловушка от черепахи. Я такого не ожидал. Безумные черепахи-самоубийцы. Это японская версия. У них же камикадзе вроде как. Ох, какая грязь. Такого не должно было случиться. Вы этого не видели. Так, дубль два. Убиваем тебя. Я помню ошибку, я ее избегаю. Теперь разбираемся с этими ребятами. Ага, вот эти ребята. Как помните, знаменитый Дэвид Блейн со своей уличной магией. Так, тут мы забираем по ноже. Так, черепаха, не ломай. Черепаха решила сломать. Ну ладно, у нас есть сфера тьмы. Что вы там с ней? Ну, окей. Окей. Это знаменитая черепаха-броненосец Лемминг. Так, тут смотрите, дергаем рычаг. И на нас ниндзя нападает. Но мы в неуязвимости. И нам пофига. Появляемся, убиваем ниндзю. И открываем эту дверь. Там, кстати, дернули рычаг. И центральная платформа опустилась. И если бы там кто-то был, она бы их сожгла. Так, здесь мы вставляем кличка Минфороса. Разбиваем эту дверцу. Разбиваем, говорю, эту дверцу. И лезем в следующую локацию. Она довольно тайная. Ну как тайная? У кого есть кличка Минфороса, знают о ней. У кого нет, не знают. Тут у нас сундучок. Там вот стена тумана. Это еще не босс. До него нам предстоит добраться. Так, здесь у нас кварцевое кольцо грома. Не такая крутая штука. И теперь юзаем костер. Даже сидеть не буду я жесткий. Поднимаемся наверх. И встречаем нашего старого друга Звонаря. Видите, там туман через потолок пробивается. Вот он, красавчик. Вот, этого создал принц, чтобы охранял колокол вены. Кто была принцесса с луной, это принц с солнцем. Да, ну и то же самое нам говорят. Окей. Так, заходим сюда. Здесь, в принципе, то же самое. Как бы черные эти NPC-фантомы. И нам нужно пройти эту локацию. Вот. Собственно. Если играть в оффлайн режиме, здесь есть вероятность, что вторгнется безумный фантом. У него офигенская маска есть. Может, когда-нибудь я потом, не знаю, поформлю, не поформлю. И покажу вам ее, если вдруг выпадет. Ну, или хотя бы, если вдруг он когда-нибудь вторгнется. Так. У этой девки очень прикольное копье, которое бьет огнем. Проверять это, конечно же, я не хочу. Поэтому я быстро убиваю. Так. Эта локация вообще очень коротенькая. Прям ничего такого суперинтересного даже и нет. Тупо проходим. Что-то, по-моему, онлайна настолько мало, что даже ни разу не призовется. Нет. Не будет вторжений. Тут у нас здоровый дядьки. Если помните, в уезде Нежити, где мы дрались с этим, с... Ну, мужик такой на коне. Как же его звали? Палач. Клесница палача. Вот. Там такой же красный был. Это его черная версия. Так, лежать. Раньше в это место не зайти было. Постоянно призывало. Здесь у нас рычаг, который нужно дернуть, чтобы открылись новые ворота. Которые будут в конце этой локации. И тут у нас ништяк. Нет, не тут. Вот тут, да. Ну, подзабыл, простите. Фемиан, простака. Отлично. Поднимаемся наверх. Там у нас арбилетеры будут, с которыми мы технично... О, наконец-то нарушители. Ура. Хотя бы один. Давайте вторгимся и надерем его в нарушительный зад. Главное успеть закалить оружие. Что же я путаюсь? Зачаровать. Так, где? Настя, Нейт. Добро пожаловать. Что, это нарушаем? Пройдемте-ка со мной. Опа, здорово. Будешь прятаться? Будешь здороваться? Не хочешь здороваться, да? Будешь драться сразу. Он, короче, с пикой... У тебя, тетя, у тебя там проблемы. Чувак, сзади, сзади, сзади. Родной, обернись, обернись. Я хороший пантом. Я дам ему возможность убить этого гада. А потом мы с ним продолжим. Давай. Давай, давай. Вот так. У него, кстати, шлем от черепахи. Давай, убивай. Давай, давай. Я знаю, ты можешь. Давай, родненький. Я правильный фантом. Все, давай драться. Стаминка зарегенилась, давай. Ну что, пацан, давай раз на раз. Нормально, он так бьет. У него тоже щит с розочкой, с цветком, он знает. Он знает, как играть в эту игру. Ни хрена у него, пика длинная. Так, еще атака будет? Бег-стап, не получился, ау, щит. Нормально, разменялись почти. Лежать, говорю я. Так, я буду использовать магию. Ну, чувак, я дал тебе возможность убить его, а ты еще хилишься. Фу, таким быть. Дизреспект, дружище. Разочаровал ты меня. И заново получаем обломки титанита. И сейчас, смотрите, я вернусь, у меня будут полный эстус, и все мне восстановят. Таким образом можно поддерживать свои расходники. Даже, да? Да, восстановили, отлично. Вообще здесь выгоднее всего красным оком вторгаться, потому что тебя может позвать как к газвонарям, так и просто ты можешь вторгнуться. Так вообще можно нон-стопом к кому-нибудь летать. И тут у нас арбулетер. Тоже с савелинами. Ох, как я хорошо все впитал. Нужно за эту ширмочку спрятаться. Так. О, еще нарушитель. Блин, нормально, у нас сегодня ПВП будут. Давайте этого убьем, если успеем. Да, успели. Хорошо. Кто же на этот раз? Я уже расстраиваться начал, думаю, нифига себе. Опа, здорово, здорово. Аристидес, кто это такой? Будем здороваться, или нет, чувак? Давай. Ты хороший фантом? Точнее, хозяин мира. Здорово. Ого, даже у нас. Ну это просто сама благородность. Давайте быстренько его убьем, чтобы он не мучился. Я умею парировать, я не умею парировать. Давай, давай, что такое? Ой, давай, раз. И такая, и еще одна, и еще одна. Прости, но ты хорош, ты, я тебе даже поклонюсь. Респект таким чувакам. Было приятно с вами сражаться, господин. Еще один обломок. Господи, как же легко здесь фармить. Погнали в наш мир. Ведь там так здорово, уютно. Почему ко мне никто не летит, это странно. Только я уже к двум вторгся. Так, я, наверное, не буду зачаровывать оружие. Хотя я зачарую. Сейчас только зачарую, и опять опа призовет. Да, да. Смотрите, идем сюда. Боите мы этого дядьку, чтобы он залез. И он придет к нам сюда на крыше сражаться. Потому что там этих два мелких звеныря так мешать будут, вы не представляете. Так, ну что, ты залез? Да, он уже здесь. Ну, пока он будет подходить, мы его так разомнем. Мы его нечаянно убили. Блин, как же машина магия во второй части. Ой-ой-ой, мелкий. Ну что, упал, родненький. Один тычок, и он погиб. Давай, я буду парировать. Не получилось. Давайте убьем его, чтобы не мучиться. Раз, два. Легко. Меч дамажит. Давайте посмотрим, сколько он дамажит. 651, серьезно? Да не, не может такого быть. Правая рука. Наверное, 375. Плюс 5, окей. 600 с лишним это посох наш дамажит. Потому что у посоха... Да, 200 плюс 200, дофига. И мы прошли локацию. Здесь уже призыв не работает, вторгаться никто никому не может. Тут всякое заклинание прикольное, все сожжение. А будет еще вторжение? Раз, два, три. Нет, не будет. Ну ладно. И теперь возвращаемся и проходим в другую часть локации. Но многие, кто не знает всех секретов, могли пройти... А тут точно нету. Могли пройти тайные стены. Смотрите, идем сюда. Казалось бы, все, локация закончилась. Ничего интересного. Но здесь тайная стенка. Вот она. Заходим сюда. Здесь два сундука. Не один, а целых два. Представляете? Забираем большой меч черного рыцаря и... Так, и большой щит с деревом и защитный колокольчик. Ну, в принципе, хорошие вещи, но ничего прям такого супер годного. И теперь пойдем дальше проходить эту часть локации. Правильно? Правильно. Тут у нас, смотрите, еще ящерка есть. Вот там. Где-то была. Вон. Нам ее надо будет попробовать успеть убить. Не уверен, что получится. А давайте прям, не знаю, сразу и попробуем. Сначала эту штуку поднимем. Потому что нам на ней еще вверх подниматься. И погнали убивать ящерку пытаться. Так, так, так. Мистер ящерица. Важно бежать не по кнопкам. Потому что если побежать по кнопкам, то эта хрень активируется. И здесь будет много-много огня. Блин, я, походу, не успел. Очень лоханулся, короче. Как это всегда и бывает. Вот здесь есть нажимные плиты, нажав на которые, отсюда подойдется лава. Нам этого не нужно. Сейчас заберем все ништячки. Так, даже ничего не нажали. Отлично. Смотрите, этих говнюков можно скидывать, просто нажав вот на эту нажимную плиту. И теперь платформа падает, и он уезжает. Довольно удобно. Мистер Черепаха. Мистер Черепаха получает по лицу. Нормально, с трех ударов. Легко. Когда подбираем предметы, важно не подходить к самому краю, потому что любой шальной выстрел может опрокинуть нас. А нам это что? Нам это неинтересно. Нас интересует безопасное прохождение. Ударить? Хорошо. Не успел запарировать. Ну и вряд ли бы получилось. Ну ладно, они легенькие. Так, всякие наручьи, всякие большие стрелы. И теперь мы поднимаемся наверх. Ага, чтобы подняться наверх, нужно активировать платформу. Мистер Черепаха, до свидания. Так, двигаем платформу. Черепаха уехала, да? Да. Двигаем платформу и поднимаемся на второй этаж. Кстати, я думал, они... Ага, тут вот эта хрень. Пропускаем пламя и залазим на второй этаж. И тут, по-моему, вторженец должен быть. Вроде как. Поэтому готовим. Зачаровываем оружие. Что здесь написано? Введение лжец. Непонятно, ладно. Теперь, смотрите, мы идем вот сюда. Ой, вот откуда здесь рыцари? Вообще, что-то их не видел. Так, мистер рыцарь. Не бей меня. Так, идем к сундуку. Такие, берем сундук. Ни о чем не подозреваем. И пока мы берем сундук, сзади у нас появляется красный рыцарь. Вот. Внезапный такой. Собиратель Оливер. Почему собиратель? Потому что у него огромное количество оружия. Просто реально, на все случаи жизни. Гляньте, сколько хп. Это говорит о том, что у него очень толстая броня. И вот если начать с ним сражаться в ближнем бою, то у него будет огромное, ну, как бы, разнообразие оружия. Смотрите, есть пика, есть меч. Потом он еще может кое-что всякое взять. Ну, убиваем его, ладно. Он не такой крутой. Вот, видите, рапира. То есть захотел, то достал. Захотел, этим бьет. Надо похиляться. Что-то мне страшно. Забайтим на атаку. Так, похилимся, пока он тут всякую фигню делает. И давайте красиво бег с таблом его. Ну или нет. Как же он бахает. Все, давай. До свидания. Минус собиратель у него. Конская голова. Конская голова, по-моему, из дополнения. Так, поднимаемся наверх. Так, человеческие фигурки нормальные. Тут тоже можно воду призвать, но мы не будем. Нам и так норм. Так, берем большую тяжелую стрелу души. И сейчас будем убивать капитана фолонских рыцарей. Вот они тут стоят такие, непричемные. И будут стрелять в нас. Байтим на выстрел. Как только выстрелили, начинаем делать свой ход. Так, а можно в цель взять? Нельзя, да? О, щит, у нас проблема. Ладно, придется сражаться вблизи. У меня сейчас зачарование слетело, пипец. Ладно. Хорошо, минус один. И с этим разберемся. В двуручном хвате. Ой, он даже начал стрелу выпускать. Это была ошибка. Так, собираем ништячки. Шлема. Фимямы простака. А что, в этом это мимик? Нет. Просто во второй части вообще не помню, где мимики, а где обычные сундуки. Большие сикеры. Нормально. У нас столько оружия черных рыцарей. Офигеть. И теперь потихонечку осторожно падаем вниз. По балкам. Главное не переусердствовать. Так. Забираем ништячки. Забираем всякие оки. Люблю красные треснувшие оки. И вот сюда. Здесь у нас есть огромный чан с раскаленной лавой. Так, где-то здесь... Можно этих, кстати, ребят отсюда убить, по-моему. Проверим. Могу в цель взять. Да, смотрите, берем. Раз. И вторая. Он сдохнет. Хорошо. И вот этого тоже убьем, чтобы он нам проблем не доставил внезапных. Раз. И два. И теперь наша задача осторожно упасть на этот чан, но не в самое его жерло, а на бочок. И желательно атаку в падении сделать, чтобы не перекатиться в лаву случайно. Так, теперь осторожно. Очень осторожно двигаемся. Вот так. Вот так. Да, я шучу, можно бегать, но я не буду. Кольцо с золотым змеем. Повышает шанс найти предмет. И теперь совершенно спокойно падаем вот сюда. У меня кольцо с кошкой. Я спокойно падаю, не опасаясь за урон от падений. Так, вернемся назад. Убьем черепах. Вот здесь туман, если помните. И тут сразу будет черепаха. Проверяем. Вот она. Уж страшная. Так, давай сюда иди. Так, давай. Три тачка. Раз. Ого, нарушители. Люблю нарушителей. Успею убить, интересно? Два. Нет, не успею. Успел. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, нарушители, нарушители. Уже третье вторжение за одну серию. Это вообще законно? Ага, и мы в самом конце появились. Неллиус Хуе. Я не ругаюсь, я просто отчитаю ники. Так, и у него, по-моему... Нет, у него нет друзей. Ну, ладно. Не то, что в смысле у него плохо в жизни что-то складывается, а в смысле фантомов, которые бы ему помогали, здесь нет. О, он, кстати, использует зуб дракона. Прикольное оружие. Дружище, здорова. Будем махать друг другу руками? Парень, ты будешь здороваться или нет? Давай. Он, короче, из плохих парней. Он... О, он... Короче, говнюк. Я его быстренько убью. Потому что, видите, он не хотел здороваться, он хотел драться. У нас так не принято. Он сейчас будет убегать, хилиться. Ну, вы же знаете, что я знаменитый ПВП-шар во второй части. Я дам ему похит... Ты серьезно? Как, Аутис, будешь бегать? Ага, нормально. Любит парень хиляться. Ну, давай драться-то когда-нибудь будем. Смотри, у меня магия еще есть. Я волшебник. Какой же ты не очень, чувак. Я потрачу весь твой эстус. И останусь победителем. А ты будешь страдать и заново проходить эту локацию. И я еще раз приду в твой мир. И это заклинание тебя должно убить. Просто за стенку. Смотрели, короче? Ой, не помню, как русский фильм назывался. Когда стены... Не стены, а пули можно было закручивать. Блин, не помню. Как же, как же, как же? Не помню. В общем, там они силой мысли пули закручивали. Так и я это заклинание закрутил за стенку. Очень стильно вышло. Блин, прям. Простите, я горжусь собой. Такое редко бывает, но это очень круто вышло. Нормально. Вот. Нормально. Хорошо, хорошо. Так, ну вот мы появились в этой части. Теперь... А, ну по сути все, мы уже почти у босса. Тут у нас направо дорожка. Сейчас будет немножко сложнее место, потому что очень узко. И черепаха. Вот тут, смотрите. Ну, мы-то с вами не пальцем деланы, мы знаем, как с ними сражаться. Либо атака в прыжке, либо какое-нибудь колющее оружие. Ой, ну это рип. Я немножко не подрассчитал расстояние. Ну, один укол и все. И тут еще есть гильотина. Смотрите, мы ее активируем. Потом, видите, там кусочек оружия торчит. Там еще одна черепаха стоит. И если неосторожно отходить, можно попасться под эту гильотину. Вот она тут стоит, такая опасная. Если типа отходить, отходить, рано или поздно эта гильотина падает. Вдруг сейчас ее черепаха переедет. Нет, не получилось. Было бы очень эпично, если бы по черепахе попало. Ну и заклинанием убиваем черепашку. Нифига, это толстая. Опять тянем рычаг. И скоро пойдем на босса. Что же выпало? Что же выпало? Панцирные наручи. Неплохо. Здесь у нас ловушка. А ловушка крутится? Нет, это не крутится. Нам нужно пробежать налево. Я немножко неправильно прошел. Вот сюда. Теперь поднимаемся наверх, смотрите. Долгие лестницы, да. Проблема Дарк Соулса. Ну ничего. Так, здесь у нас еще одна ловушка. Она непростая. Ударив ее, мы можем заставить ее крутиться. Тем самым выдавая себе немножко проблем. Наша задача залезть наверх, сесть на костер и выключить... Так, что-то залагало это вторжение или нет? Нет, это просто лак игры бывает. Так, сесть на костер и выключить абсолютно все ловушки в этой вообще локации. Здесь, я думаю, даже можно посидеть все восполнить. Потому что здесь у нас босс уже. Блин, опять лагать начало. Че такое? Сейчас. И у нас внезапное вторжение. Блин, нормально. Четвертую уже за серию. Звучит как... Хороший онлайн. Кто же на этот раз хоть бы тот же с Зубом Дракона? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, видно новый кто-то. Госс, гнев. Так, зачаровываем оружие. Уберем всякие огненные бомбы на всякий случай. И где же дядька? Серьезно? Он хотел меня с арбалета убить? Давай, чувак. Нормально. Красавчик, респект. Хорошо сделал. Здорово, дружище. Здорово. Я поздороваться хотел. Ты серьезно будешь на арбалетах драться? А, он пошел Фантома призвать. Нет, дружище, так не пойдет. Мы тебе Гэнг Бэнг тогда сделаем, потому что Фантомов призывать нечестно. У тебя сейчас стамина кончится, дядь. Так, давай. Надо похиляться, конечно, дружище. Как же без хила-то, е-мое. Давай, еще надо похиляться. Давай, давай. Еще ударчик у тебя есть, и теперь я бью. И ты отъезжаешь. Ох, как я все профукал бездарно. Да, выпей весь Эстус, который у тебя есть. Давай. Почувствовал, почувствовал победу, то, что сейчас победит, говорит. У, как я его победю быстро. Давай. Давай, дружище. Давай я тебе разок заклинания. Ага, ты решил психануть. Давай, еще заклинания. У тебя сейчас стаминка кончится, чувак. У тебя сзади. Давай, я даже подожду, пока ты с ним разберешься. Да я подожду. Ты не хочешь? Ну ладно, давай. Тогда минус дядька сейчас будет. Оу, у кого-то стаминка. Спасибо, дружище. Низкий поклон тебе, уважаемый. Ты помог мне справиться с нарушителем. Надо повысить тебя в звании. Почему-то он не смог позвать фантома себе на помощь. Не знаю, почему. Ну, ладно. Такова его судьба. Ну, он некрасиво начал делать. Сразу стрелять со своих арбалетов. Плохой человек. Так вот, идем сюда, дергаем рычаг. И гаснут абсолютно все ловушки в этой локации. Интересно, я могу не убиться, если спрыгну отсюда? Да, кольцо кошки решает. Так, теперь падаем сюда. Тут урон получил только из-за того, что попал на шипы. Здесь у нас лук, заточенный на молнию. Так, и давайте к боссу погнали тогда. Юзаем человечность. Становимся человеком. Надеюсь, что уважаемым. Тут еще одна черепаха, убиваем ее. Так, два тычка. У ворот. Атака в прыжочке. И убиваем. Хорошо. Здесь можно фантома призвать. Ну, знаете, этот босс, мне кажется, проще его в одиночку убить намного. Погнали. Как бы вообще кажется, где босс, где босс, непонятно. Босс вот там у нас будет. Выйдет из лавового озера. Зачаровываем оружие. Берем заклинание, чтобы на подходе его немножко расстрелять. И начинаем битву с последним великим. Спасибо за очень удив hinaus. Спасибо за субтитры Алексею Дубровских. Вот, знаете, если бы я такого увидел, я бы сразу свалил, потому что, камон, что я могу сделать против такой адской махины? Ну вот, пока он даже идет к нам, мы можем пару заклинаний ему запихать. Вот, нормально, хорошо, очень нормально продамажили. Теперь уворачиваемся от рук, главное не упасть вот в эту дырку. Уворачиваемся от рук и байтим вот на такую вот атаку. Но еще одну надо, чтобы он руку оставил, вот. И пока он оставляет руку, мы ему ее нарезаем. Вот так. Так, когда он делает такую атаку, можно несколько раз ударить вот эту руку и потом убежать вот сюда, чтобы не задело огнем. Ох, походу сейчас я отъеду. Надо щит поставить. Это очень неудачная атака, нормально все. Еще будешь огнем дышать? Так, надо руку кольнуть, еще разок, нормально, убегаем. Ох, гг, нормально, ну почти. Сейчас вернусь. Ну и таким вот нехитрым образом мы его почти побеждаем. Босс, не босс, легчайший, не знаю, как он по мне попал, уже который раз в такой атаку и он меня дамажит. Я похиляюсь на всякий случай? А, или нет? Ну и все. А, нет, смотрите, ты шо, какой-то в рейдж мод вошел. Ну проверяйте, это последняя атака, я думаю. Да. Нормально, все, последний, великий, поверженный, мы получили последнюю великую душу. Душа старого железного корабля. Забираем ништяки, которые нам по праву полагаются. И сейчас будет важное, значимое событие. Которое появилось вот в переиздании Solar of the First Sin. Смотрите, там, короче, дорога в дополнение, мы пока туда не пойдем. Вот, разжигаем костер и обсыкаемся, когда такое происходит, потому что мы надеялись тихонько разжечь костер, а тут вон что вылазит. Какая-то чача. С этой штукой можно поговорить. Ну вот, разжигаем костер. Продолжение следует... Конечно, встретимся. Ну вот, он утекает. Вендрика мы найдем в его замке уже очень скоро. А, не, не в замке. Под землей, ладно, найдем. Вот, теперь нормально разжигаем костер. Летим в Маджулу. И получается, теперь нам нужно идти в Храм Зимы. Но перед этим можем поговорить с некоторыми NPC, они новые диалоги нам расскажут, покажут. Давайте это сейчас и сделаем. Так, Вестница, по-моему, тоже что-то скажет. Давайте с нее начнем. Да, говорит, много душ. Иди же к замку, говорит. Так, фляжек у нас, по-моему, нет. Новый уровень. Давайте ХП-шку, стойкость чуть-чуть. И веру с интеллектом по одному. И что-нибудь еще давайте жизни. Вот. Вот так, хорошо. Точно помню, кошка что-то скажет. Потому что кошкатун фигни не посоветует. Кошки вообще хорошие создания. Плюс в час, если любишь кошек. А, ну вот Гиллиган тут живет, кстати, теперь. И он может за деньги опускать туда лестницу. Ну, мы уже там были. Ну, вот он может установить лестницу. Можно выбрать какую цену, либо отказаться. И купить предмет то же самое, что он и там продавал. Ничего такого важного. Да-да-да, можешь не рассказывать. Е-ка-шкатун, что расскажет? Где шелкуар? Коготочки точит. Вот. И нам все говорят то, что пора идти к замку. В следующей серии мы в замок и пойдем. А пока что всем большое спасибо за просмотр. Всего хорошего и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok